Хай, народ! Очередная трудовая неделя почти позади, а значит, нужно озаботиться досугом на предстоящий уикенд. Я предлагаю вам сходить в кино. А почему бы и нет? Вот такие премьеры ждут нас прямо сейчас. Для тех, кто не знает, это «Объектив». Меня зовут Алексей. Поехали! Вам конец, ублюдки. Один раз живем, да? Подъем, береги башню, обувь, ширинка, прогиб, залом, бросок. Ну что, может кофейку? Величайший кризис в здравоохранении со времен табака. Это не наша проблема. А чья тогда? Начну с фильма, который можно посмотреть всей семьей. Российско-японская драма «Пальма» режиссера Александра Домогарова-младшего. Сюжет, основанный, кстати, на реальных событиях, вернет нас в 70-е годы. Главный герой картины мальчик Коля после смерти мамы приезжает жить к отцу, который работает пилотом. Проводя время в аэропорту, он знакомится с местным талисманом, овчаркой Пальмой. Когда-то ее не пустили из-за отсутствия справки, вместе с хозяином и тот улетел один. И вот она каждый день встречает самолеты в надежде увидеть своего хозяина. Об их совместных с Колей приключениях и повествует данная кинокартина. Че у тебя, мальчик? Мне нужен адрес одного пассажира. Понимаете, он здесь оставил свою собаку. Она по нему очень грустит. Я хочу написать ему письмо, чтобы он приехал за ней. Уважаемый Игорь Петрович, она будет ждать до последнего, потому что вы для нее семья. Слава, что с тобой происходит, а? Сыня Свердловска забирал. А у тебя сын есть? Теперь есть. Не бойся мне. Все-таки выбрала она тебя. Никого к себе не подпускает, а тебя подпустила. Я тебе что сказала сделать с этой собакой? Выпустите ее, ей здесь плохо. Фильм необычайно трогательный и атмосферный, с целой плеядой из замечательных актеров. Но и самое главное, учит нас, что мы в ответе за тех, кого приручили и порой просто их недостойны. Категорию картины 6+, а значит, стоит сходить на него всей семьей. Как мне кажется, данная картина может многому научить подрастающее поколение, да и взрослым будет над чем подумать. Вообще, кто такой? Хоть раз приезжали ко мне, навещали меня. Скучаешь, Пальма? Я тоже скучаю. А что, Пальма? Мы будем ее искать. Объявление развесим. Никуда она не денется. Главное, не отчаиваться. Ну что, полетели? От винта. Следующим в нашем сегодняшнем списке рекомендаций стоит фильм «Никто» от создателей Джона Уика. Тут, как говорится, все в рамках жанра с категорией 18+. Драки, стрельба, убийства и прочие атрибуты экшенов. Сюжет расскажет нам про обыкновенного, ничем не примечательного человека, который, как и все, живет по сценарию «Дом, работа, дом». Но однажды он вступается за девушку, на которую напали хулиганы. Отправив добрую их часть на больничную койку, но один из них оказался братом влиятельного гангстера, а значит, главному герою и его семье грозит смертельная опасность. Ну и наш парень не лыком шит, а чья возьмет, увидим в кино. Значит, они забрали 20 баксов и старые часы? Вы пытались им помешать? Нет. У тебя же был шанс, пап. Жаль, они ко мне не заглянули. Я долго себя сдерживал. И что, получилось? Но зверь внутрь меня рвется наружу. У тебя какие-то проблемы, старпер? Вам конец, ублюдки. Тяжелый был день. Да уж вижу. Я работал на очень опасных людей. Но я все бросил ради семьи. Стой! Возможно, я слегка перестарался. Они пришли за моей семьей. Только посмель, тварь. Они украли мой браслет с котиком. Быстро вернут браслет с котиком! Кто ты вообще такой? Я никто. Еще один боевичок на сегодня. И опять с категории 18+. День курка. Этот фантастический экшен расскажет нам про бывшего спецназовца по имени Рой Палвер. Который оказался в страшно смертельной опасной временной петле. Его убивали невероятное количество раз. И все равно он оказывался в начале этого страшного дня. В один из таких будней он узнает о смерти своей бывшей. Которая якобы имела отношение к каким-то секретным супер научным разработкам. И вот наш герой принялся выяснять правду. О ее кончине веря в то, что это поможет ему разорвать петлю времени. Но на пути у него стоят целые полчища отъявленных психов. Привет, Джей. Дай-ка мне ту большую бутылку джина. Знаешь что, лучше сразу две. Никто не обещал, что наступит завтра. А я правда. Раньше я ныл, что один день не отличим от другого. А теперь каждый день буквально одно и то же. Один раз живем, да? Подъем, береги башню, обувь, ширинка, прогиб, залом, бросок. Ну что, может кофейку? Я понятия не имею, как это возможно. И почему я заново проживаю все тот же день? Грусти, братан! Вот я каждый раз наблюдаю, как громят квартиру. И думаю. Съемная же. Хозяин и так меня не любит. Но так было не всегда. У меня была любимая... Боже, красотка. Наш сын. Теперь отборные мерзавцы стремятся убить меня по неизвестной причине. Не меняется только одно. Я умираю. Каждый божий день. Что если можно переписать историю? Что если можно стереть наши ошибки? Это дает нам силу богов. Не бойся, сынок. Я вернусь с этой войны. И как мне это остановить, Джем? Это нельзя остановить. Только перезагрузить. Все так. Осталось одно важное дело. Месть. У них целая армия. А у меня лишь время. Приехали. Я хочу научиться сражаться на мечах. Я смотрю, кто-то не терял времени. Я так долго ждал этого момента. Получай! Лично мне эта картина представилась неким коктейлем из нескольких фильмов. Собственно, Уик, немного Венома и, наверное, Грань будущего. Но в целом фильм качественный, полный, без недосказанностей каких-то, что ли. Не скажу, что он займет место в моей домашней коллекции для регулярного пересмотра. Но один раз посмотреть как минимум стоит. Любителям жанра понравится. Следующая киноновинка на сегодня – фильм «Трафик». Это результат совместного творчества кинематографистов из Бельгии и Канады. Лично меня эта картина заинтересовала необычным трио актеров – Гарри Олдман, Эрми Хаммер и Эванджелин Лилли. В сюжете этого фильма плотно переплелись судьбы очень разных людей. Один из героев – наркоторговец, который организует между США и Канадой перевоз контрабанды. Второй – это университетский профессор, узнавший о том, что его работодатель фармацевтическая компания вывела на мировой рынок новые обезболивающие средства, якобы не вызывающие привыкания. И, наконец, третий – страдающий от окситанциновой зависимости архитектор, пытающийся узнать правду о причастности своего родного сына к наркобизнесу. В общем, напряженный такой получился триллер с категорией 16+. Лично я обязательно посмотрю. Что, черт возьми, происходит? Ты хочешь, чтобы компания Нордлайн убрала с рынка свой сверхдорогой препарат? Для тебя последствия могут стать более чем неприятными. У тебя есть план? План? Сказать правду. Осторожно. Если парень вдруг захочет рассказать, на кого работает, нам всем не поздоровится. Ты сделал моего сына наркокурьером? Это величайший кризис в здравоохранении со времен табака! Это не наша проблема! А чья тогда? Нельзя идти на сделку в одиночку. Мы должны закончить то, что начали. Ты думаешь, мы здесь зачем? Что-то изменить? Мы найдем тебя в любой точке планеты. Время на исходе. Последний шанс. А теперь на очереди отечественная премьера фильм «Бывшая» режиссера Евгения Пузыревского. Это кино придется по душе любителям ужастиков. По сюжету главный герой этой картины несколько лет назад отправил в общий чат фото своей девушки. Просто от скуки или просто, чтобы побравировать перед друзьями. И вот теперь, по прошествии времени, он уже не подросток, а солидный молодой человек, который собрался жениться. И вот тут с его невестой Катей начинает происходить всякое необъяснимое. Она начинает получать таинственные послания из прошлого ее жениха. Из-за этих, ну, беспорядочных посланий, их жизнь превращается в настоящий кошмар. Давайте, сделайте счастливые лица. А это что такое? Александр поделился воспоминаниям. То есть, фотография с бывшей сама себя запостила. Она покончила с собой неделю назад. Почему она нас преследует? Я не знаю. Мне было 16 лет. Нам надо найти ее дом. Поехали. О, Господи. Она не остановится. На мой взгляд, фильм получился очень цельным. Как визуальная составляющая, так и сюжет держит напряжение до конца. К слову, и финал тоже не совсем обычай. Обязательно рекомендую вам к просмотру эту российскую ленту. А на сегодня это все, друзья. До встречи через неделю. Смотрите хорошее кино, берегите себя и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok